и снова здравствуйте всем привет вот решил сделать именно сумаиста тут наколки как у якудзы драконы для анимации думаю как это все дело будет обстоять так клик в миксама давайте его в этом ролике доработаем так тройка на ампаде выбираем кости заходим в edit mode так вытаскиваем е косточку alt p clear parent отсоединяем делаем с все по прошлым роликом и подставляем вниз к челюсти вот к этой полной части вот этой так чтобы когда будет двигаться голова у нас не терялась эта полнота вот этого как у полностью лица вот этом теперь делаем шли в д оттаскиваем с делаем уменьшаем r это косточка будет у нас отвечать именно за челюсть за ее закрытие открытием так эту косточку вяжем через шип клевая кнопка мыши ctrl пи тип offset голове и вот опять же забываю скрин костей вам включать так ну и эту косточку тоже в голове теперь выбираем косточку нижнюю челюсти shift d и поставим ее вверх вот сюда так она будет держать вот эту верхнюю часть головы теперь дублируем стройка на нампаде это будет косточка отвечать у нас за верхнюю челюсть r открутим мыши в d опустим еще одну нижнюю через эту косточку через shift вяжем к нижней челюсти ctrl пи типов цвет а это вяжем к верхнюю ctrl пи типов цвет так веки рот я не буду делать можно все это будет шуткеями сделать так и самое что хотелось бы еще сделать вот косточки вставить так вот для этой вот ткани значит shift d опускаем одну косточку вниз делаем r перекрутку делаем g единицы на нампаде смотрим так надо ее привязать эту ткань вот к этим костям на эти кости должны держать нашу ткань будет чтобы она так не отпадала от ремня ну где-то так и тут тоже cfd так подставляем самую ткань наверно будем ее опускать это е и две косточки вот эту косточку вот эту косточку вяжем к этой ctrl пи и пол цвет эту вяжем косточку к верхней ctrl пи и пол цвет и эту вяжем косточку к верхней ctrl пи и пол цвет теперь выбираем все вот эти кости через shift щелчок и уводим на середину ну как то так да уводим на середину середина будет где-то вот тут ну и все вот эти кости две косточки привязываем значит в тазовой ctrl пи и пол цвет чтобы они не отпадали хорошо бы чтоб на живот сюда поставить пару костей чтобы можно животом при ходьбе руководить ну давайте тоже сделаем так выберем одну кость тройка на нампаде cfd вытянем вперед сделаем r перекрутку так а как же лучше сделать так делаем ей s вот так ставим на купок ее просто семерка на нампаде еще делаем cfd и одну ставим вот сюда r английская перекручиваем так две косточки на животе есть так g чуть-чуть поднять на это на пупке должна стоять ну и чтобы вот здесь вот где нога при повороте все это дело не двигалась давайте добавим cfd еще одну кость которую мы не будем руководить да она будет держать у нас полностью ну вот эту часть живота теоретически первый раз вот делал живот так все эти привязаны к тазовой кости ну все теперь нужно копировать выделить эти все кости так середину не выделяем середина нам не нужно нам нужны только с одной стороны вот этой косточки так и центральной тоже не выбираем ну и здесь тоже выбирать в принципе нечего делаем делаем cfd щелчок мира x global и с помощью move подставляем вот на эту часть теперь заходим в object node выбираем нашего персонажа и перевязываем его на риг ctrl p with automatic widget так ну вот привязал я неправильно почему потому что нужно выбрать персонажа выбрать ткань чтобы это все привязалось и потом только кости ctrl p with automatic widget чтобы вот эта ткань тоже с ригом ну вместе связалась так выбираем теперь кости заходим pos mode и давайте попробуем двигать костями да так это r вот ткань у нас уже будет двигаться так проверим рот а еще что я не сделал хочу вот эти зубы вытащить так давайте начнем с верхних и через шиф нижняя тройка g вытаскиваем g подставляем костям эту тоже подставляем косточки теперь раз была привязка уже к ригу делаем открепление alt p clear parent и alt p clear keep трансформация трансформацию долой и привязки все долой выбираем теперь вес зубов и через shift косточки пост мод выбираем верхнюю кость ctrl p это будет у нас бон и теперь нижнюю тоже самое выбираем пост мод ctrl p бон выбираем теперь в object мод только кости и заходим в пост мод нужно теперь вот эти зубы поставить на место так немножко их опускаем есть такое делаем теперь давайте закроем рот посмотрим как он тут будет работать так у него прикус чуть-чуть мягкий так все нормально только вот эти зубы нужно еще опустить и вот эту косточку тройку на нампаде так g поднять вверх еще можно вот эту часть сделать побольше вот где жир вот этот единица на нампаде прикольный персонаж закрыли глаза сделать шипки и будет вообще бомба так давайте заменим вот эти все кости это постмод выбираем верхние косточки n-панель находим addon rig tool и ставим здесь будут кубы крит выбираем настройку и делаем их уменьшение так и немножко вниз опустим чтобы они не были на костях пупка так теперь вот эти кости вот эти так нужно их завязать наверное на сферы так чтобы было их видно побольше так побольше поставим так а вот эти все косточки вот эти все кости можно сделать так чем их сделать так и кем же они могут быть так финджер в принципе что неплохо пусть будут финджерами вот их плохо видно нужно именно значит значит цвет забываем все где это делается так 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 вот вот они бонгруппс добавим группу и назначим цвет красный эфизион ну вот теперь их видно как да так а вот этим мы поставим так сделаем новую группу и поставим группу давайте синее а вот эти которые будут работать косточки им поставим группу так создадим еще одну группу и наверное цвет вот этот ну нормально видно так для так для зубов значит делаем еще одну а это группа понятно давайте им тоже финджер поставим а вот эти так вот вообще не видно но работать она не будет так на эту группу ставим так давайте церковь и немножко его прокрутим и чуть-чуть наверно можно сделать побольше нормально так это пускай будет тоже финджер и вот это пускай будет тоже финджер и вот это пускай будет тоже так этот финджер поставим ноль так и вот этому финджеру тоже так этот нужно немножко подкрутить и сделать его поменьше так это очень мало ну чтоб его видеть можно было пусть он вылазит в челюсти ну вот и все настройка вот такая можно попробовать анимацию ходьбы а вот еще что значит давайте попробуем как жестко работает пойдем в edit mode и вот эти две косточки я привяжу центральный ctrl p и offset так смотрим если я выберу вот эту косточку и начну ей r вот двигать вы видите что у нас g двигается живот вот но минус в чем что надо эти косточки еще потом регулировать потому что они как бы вперед больше вылазит и получается шишка вот это вот раз там допустим движение будет так это значит сюда кость поближе можно еще даже добавить косточки вот сюда давайте еще зайдем и добавим edit mode сделаем cd и вот эту косточку тоже она cd ну теперь будет по прикольней а можно и сюда добавить cfd только вот эти боковые нужно будет отвязать так это сюда мы их просто к позвонку ctrl пи и пол сет а вот эти две центральные ctrl пи привязаны вот такая штука тени перевязываем теперь нашего персонажа так выбираем персонаж свершив ткань и теперь опять кости Ctrl-P пусть автоматик выжит все, вот теперь он будет работать сохраняю файл сейф ссылка на скачивание персонажа будет в описании если кому-то он понадобится вдруг пригодится для чего скачайте так, еще один персонаж этот же персонаж, но только в костюме вот такой вот шкет вот костюм немножко тут бицуха вылазит оттянуты, привязан так, давайте его отвяжем и привязываем по-другому Alt-P Clear Parent так, вот руки чуть-чуть здесь можно так, штаны оставляем нам нужен чистый китель, да? так, выбираем, значит, китель немножко в скульп-моде сейчас мы его так, что тут у нас тянучка и зеркалка можно тут побольше так, что у нас тут в принципе нормально выбираем теперь наш китель выбираем Costing Ctrl-P With игру и выбираем только китель заходим в модификаторы и находим Data Transfer выбираем пипетку и ставим привязку к нашему персонажу так, теперь Vertex Group включаем и Apply применяем вот, видите, вот теперь ничего у него не вылазит со исключением это что вот это? так, это у него челюсть, да? ну да непорядок так, это вот эта челюсть тройка на нампаде выбираем кости и заходим в Post Mode выбираем кость через тель Ctrl-P вон и она выскакивает да? не есть хорошо значит делаем вот такую штуку так тройка на нампаде Alt-P Client Parent и Alt-P Keep Transform выбираем косточку значит челюсти заходим в Post Mode мы ее, значит G вытягиваем вперед отпускаем на наши на наши зубы выбираем зубы косточку и опять же в Post Mode делаем Ctrl-P вон Object Mode выбираем только кость Post Mode и попробуем завести значит эти зубы назад персонажа для тени немножко подкорректировать так смотрим все ничего не вылетает Object Mode так вот на локтях немножко нужно костюм тоже натянуть заходим в Post Mode английская А и ставим 46 кадр последний так а первым будет ну пусть будет третий теперь что у нас получается получается у нас вот такой вот прикольный персонаж немножко поработать с глазами сделать ему эти познавильки добавить или шипки ими чуть-чуть тут все делаем поуменьшить так кредит вот вот можно вот эти точки вершины поубирать допустим сделать G вытянуть их и получится уже века вот такая штукенца вот уже века получилось просто немножко нужно его еще подкорректировать так я пока это нажму контролзет так вот этот файл будет тоже в описании если кому-то понадобится пригодится пожалуйста качайте так а что тут вот замок отключаем это значит у нас выходит аж можно его так использовать еще тут веревочки можно добавить для трекон ну чтоб мотлялись тоже добавить косточки ну вот такой вот персонаж весь в наколках ну возможно ему не знаю тут что-то еще можно переделать возможно ну так вроде только с лицом поработать чуть-чуть сделать его ну как сказать так как-то вот так вот он выбиться что-то ну посерьезнее такой побруцальнее вот вот посерьезнее опустить ну вот так он уже симпатичнее будет выглядеть так таким вот и добавить возможно еще вот эти закрома побольше поставить вот вот так вот вот можно сделать так он брутальнее будет ну это вы уже если захотите то уже можно его менять как вам угодно как вам понадобится так ну все вот что хотелось бы показать и что хотелось бы сделать сохраняю файл всем пока до свидания